А если вы хотите узнать то, что там Аризона РП подготовила для голосового чата, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Вы знаете, этой неделе, видимо, начинается с чего-то такого, знаете, вот прям хорошенького, прям вот такого значительного, знаменательного и качественного. Ведь самые первые новости будут вот исключительно про Аризона РП, а дальше, ну уж извините, куда деваться, посмотрим, что там будет. Однако, несмотря на все это, реклама у нас сегодня тут на первом канале. Аризона, рулиплей Феникс, Айпи, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал. Ну а мы начинаем. Как вы, наверное, все можете знать, не так давно Аризона РП выпустила свой лаунчер. Выкатила его прямо и вот говорит, вот, смотрите, держите, ешьте, заходите, играйте. И там много всего. Мы даем вам всякие бонусы, если вы играете через наш лаунчер. У нас там свой собственный модпак. Также вы можете на этот самый лаунчер накатить свою сборку с каким-нибудь не особо требовательными модами. И все у вас будет вообще замечательно в нашей вот этой вот всей штуке. Поэтому заходите, пользуйтесь нашим лаунчером. Потому что в случае, если Калькор сбрендит, что там с ним будет, произойдет вообще, опять у него там, я не знаю, кукуха поедет. То вы сможете всегда оставаться играть на нашем дорогом проекте Аризона Рулиплей Феникс по Айпишнику в описании. В общем-то, да, и лаунчер был подготовлен не только для того, чтобы там, знаете ли, если вдруг Калькор мало ли сбрендит, или там еще у него какие-нибудь штуки будут. То есть не только для этого, а еще и для всеми известного, всеми хотимого, всеми желанного голосового чата и вот всего вот этого вот вытекающего из этого самого голосового чата. Лично я голосовой чат хотел вот прям с первых секунд того, как появилась вообще такая, знаете ли, новость о том, что вообще возможен голосовой чат в GTA Sam. И вообще многие ютуберы, GTA Sam, вот эти вот блогеры, все прочие чуваки и так далее, они говорили о том, что мол, да не, голосовой чат это полная залупа, полная хуйня. Да, однако я сразу же с первых вот новостей о том, что появится голосовой чат на GTA Sam проекта говорил, что это самое лучшее, что происходило с САМПом за последние несколько лет. Однако, когда вышел голосовой чат и я поехал его, знаете ли, тестировать, все вот это вот с ним делать, я пришел к выводу, что голосовой чат, он дико удобный, дико нормальный. Аризона ролеплей прям, знаете ли, довела его до своего вот этого, знаете ли, ума и все у них там вообще замечательно, круто и классно. Однако, что еще можно сказать по поводу всего этого, то есть голосовой чат, да, он был, но вот если вы посмотрите один из моих вот видеороликов, где я тестировал голосовой чат, то вы сможете прийти к такому, знаете ли, не особо хорошему выводу о том, что голосовой чат юзает мало людей. Возможно, мне тогда просто так повезло, вернее, не повезло и голосовым чатом я не смог попользоваться, там, с какими-нибудь, я не знаю, другими людьми, и чтобы все было вот прям максимально, так, знаете ли, круто, но что-то мне подсказывает, что реально мало кто пользуется этим самым голосовым чатом. Во-первых, потому что нужно скачать какой-то там, знаете, вот этот лаунчер, клиент и так далее, несмотря на то, что он дико удобный и дико классный, я всем его рекомендую, всем его советую, потому что, ну, Аризона ролеплей прям сделал его классно. Конечно же, он не без своих изъянов, ну, куда уж без этого-то, да, то есть ничего идеального нету. Если Аризона ролеплей сделала хотя бы такое, вот, хотя бы что-то вот такое более-менее стабильное, более-менее играбельное и более-менее то, что смотрится достаточно неплохо во всей этой, знаете, GTA-самповской сфере, то почему бы и нет, почему всем этим не попользоваться? Я считаю, что у каждого проекта в GTA-сампе на случай какой-то, я не знаю, там, ядерной войны, если там, я не знаю, какой-нибудь крок, вот этот, вот, знаете ли, вирус всех захватит, чтобы всегда был у нас, вот этот, вот, знаете ли, доступ к GTA-сампу путем вот этих вот всех мультиплееров и всего-всего прочего. Поэтому я считаю, что вот прям голосовый чат, он должен быть у всех людей. Однако, ладно, вот мы закончили со всем этим, знаете ли, логическим отступлением, немного полили, знаете ли, так, водички, теперь можно рассказать о том, что же там будет такое, а вот на Gambit Roleplay хоть и нету голосового чата, но зато нету также и скинов бомжей. А также походку можно бесплатно включить, в отличие от этой вашей, блядь, Аризоны. А в новом обновлении на Аризона Roleplay всех проектах, но я вас лично зову на сервер Phoenix, там есть мой никнейм, на который, если вы зарегистрируетесь, то получите большое количество всего-всего-всего-всего-всего. Так вот, как сообщает одно из желтушных изданий, старожилы канала знают, что это за издание, а не старожилы канала, а им и не надо. Им абсолютно точно не надо. Так вот, это самое издание декларирует то, что Аризона Геймс выпустит обновление для голосового чата, которое затронет абсолютно все проекты, включая, там, знаете ли, ну, вообще все проекты. Аризона Roleplay, Жизнь в деревне, на котором играет мой знаменательный друг Данил Гераро, и Родина Roleplay, это проект в КРМП. То есть, там, знаете ли, это обновление будет заключаться в том, что теперь игрок сможет настраивать громкость для каждого игрока, включать, там, фильтр высоких и низких частот, там, я не знаю, как вот это, допустим, устроено в Дискорде, ну и, там, знаете ли, делать всякие эффекты по типу рации, эхо, и, как лично мне кажется, это должно добавить какой-то рпшности во все эти, знаете ли, серые будни, всех вот этих вот, знаете ли, серых маргиналов и вот всего-всего прочего. Поэтому, как бы, ну, возможно, этим будут как-то злоупотреблять, вот этим вот эффектом рации или эффектом эхо, но кому какая вообще разница до этого, потому что это рпшно, это круто, и это впервые появилось на Аризона Roleplay проекте вообще. Да и на всех прочих проектах оно также появится, там, в КРМП, или, там, знаете ли, если вы любитель таких, знаете ли, булок с шоколадной крошкой, вам нравятся медиа Roleplay проекты, то на жизни в деревне это все тоже будет, вы туда сможете зайти, знаете ли, в какой-нибудь полицейский департамент, поиграть там вместе с Данилом Геррари, вот это вот, знаете ли, все рп и сделать все прочие вещи. Однако, будем посмотреть, посмотрим, как там это все устроят, как там все это сделают. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока!